И к другим темам. Сегодня в Ульяновск прибыл первый контейнерный поезд из Китая со станции города Цзебо. Состав отправился 29 июня. За это время позади остались 9 тысяч километров пути, но открылись новые экспортные перспективы. Благодаря новому маршруту время доставки грузов и ее стоимость сократились в разы. А вот качество перевозки, напротив, возросло. На вокзале Ульяновск-3 рано утром состав встречал наш корреспондент Артем Петров. За две недели этот поезд прошел по маршруту, охватив территорию, где проживают больше 60% населения, не то что России, всей планеты. Ульяновские первые контейнерные поезды из китайского города Цзебо встречают, перерезая красную ленту. Его прибытие ждали давно. Изначально поезд должен был отправиться еще в декабре прошлого года, но планы нарушил коронавирус. Теперь грузовое сообщение между Китаем и Российским по Волжьям выходит на новый уровень. Данный поезд, он меняет логистику, меняет себестоимость товаров, как в области, так и в соседних регионах. Раньше доставка грузов занимала 60 дней, а маршрут пролегал, огибая всю Россию. Длина этого состава превышает 800 метров. Всего за две недели поезд преодолел 9 тысяч километров. Именно такое расстояние между Ульяновском и китайским Цзебо. В этих контейнерах в город на Волге прибыли автомобильные запчасти, стройматериалы и даже нефтегазовое оборудование. В 53 контейнерах в Россию прибыло 13 номенклатур грузов. 20% доставят на ульяновские предприятия. Остальное в Нижний Новгород, Чебоксары, Самару, Башкортостан и в регионы Северного Кавказа. Первые вагоны, когда подадут, через 15 минут они окажутся уже на наших тягачах и поедут к конечному потребителю. Такая скорость достигается благодаря работе контейнерного терминала. В скором времени возведение такого комплекса начнется на территории уникальной для России – портовой особой экономической зоны Ульяновск. Из Китая поезд будет приходить сразу на территорию ПАЭС, где уже сегодня располагаются производственные площадки 32 резидентов. Мы предоставляем льготы по налогам до 40 лет. Ну и в целом уникальные преференции, в том числе логистические возможности, позволяют очень быстро, эффективно реализовать проект. В ближайшее время контейнерный поезд будет приходить в Ульяновск раз в три недели. После так называемой «пкатки» каждые 10 дней. В маршруте «Дзебо» – Ульяновск-Дзебо заинтересованы не только российские компании. Отечественные товары востребованы и в Китае. А это новые перспективы в развитии экспортного потенциала городов Поволжья. Артем Петров и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Артем Петров и Сергей Свешников.